Микс Ньюс Давайте напишем историю вместе Прекрасная юность Поиски правды Сбывшиеся надежды И данные обещания Флэшмобы в Фейсбуке И случаи из нашей жизни В студии Радио Болтком По пятницам в три часа В программе Очевидец Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня 22 мая И это знаменательный день в истории Латвии И в истории Риги Потому что именно в этот день Объединенные силы Ополчения Немецкого ополчения Ландесвера И железной дивизии Германской армии Оставшейся в Латвии После окончания Первой мировой войны Освободили Ригу от Большевистских латышских полков И эту тему мы сегодня Обсуждаем с двумя Экспертами, которые много занимались Изучением исторических источников По гражданской войне Это Леонтий Владимирович Ланник Научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук Кандидат исторических наук Переводчик Исследователь Добрый день, Леонтий Владимирович Слышите ли вы нас? Да, слышу Здравствуйте Добрый день И на прямой телефонной связи У нас Константин Гайворонский Военный историк и журналист Который также Я однократно освещал эту тему В своих статьях Добрый день, Константин Здравствуйте Итак, почему-то вот эта дата Освобождения Риги от большевиков Не отмечается нашей официальной пропагандой Можно сказать, замалчивается Не празднуется Хотя, наверное, это же был первый шаг К тому, чтобы правительство Улманиса Воцарилось Легализовалось На территории Латвии И, в общем-то, взяло власть в свои руки Как вы думаете, почему так произошло, Леонтий? Ну, спасибо, что я начну Должен вам сказать, что здесь Есть сразу оговорка, что Именно события 22 мая Могли стать решающим шагом к тому Чтобы правительство Улманиса Вообще никогда Не вернуло себе власть в Латвии Это раз И второй момент Это, конечно, то, что Современная историческая память Она куда больше увлечена Теми событиями Что более ложатся нас Поставленные задачи И здесь, конечно, очень неудачно Что взять у Риги Есть соответствующий конкурент Это бои под Венданом Под Цессисом Которые состоялись через месяц И закончились как раз действительно победой Союзных латышско-эстонских войск И вот они-то и дали возможность Правительству Улманиса Вернуть себе Ригу А потом и стать единственным Латвийским правительством Константин, скажите, пожалуйста Вот вы в своих статьях О этих событиях Подчеркиваете, что это был эпизод Гражданской войны Где латыши воевали с латышами Вот это Да, действительно Да, это трагическая страница Многие ли ее понимают и знают? Я должен сказать, что в принципе В истории освободительной войны в Латвии Как называют события 18-20-го годов Есть четыре ключевых пункта Это взятие Риги Это бои под Цессисом О которых упомянул Леонтий И, значит, история с Бермондиадой То есть борьба с армией Бермонта И освобождение Латвии От Красной армии Значит, из этих четырех событий Наиболее известная, разумеется Борьба с Бермонтом Потому что с 11 ноября Как вы знаете, у нас в Латвии Отмечается праздник Латши Отмечается он именно потому Что в 19-м году В этот день Была одержана победа над войсками Бермонта В Долгаре Но, с моей точки зрения Конечно, ключевым событием Явилось освобождение Латвии В 1919 году, 22 мая Как раз сегодня исполняется 101 год Почему оно ключевое? Потому что, если бы его не случилось То реализовался бы проект Стучки по созданию Советской Латвии здесь Никакой независимой Латвии Между 20 и 40 годом не было бы вообще Она сразу пошла бы В 1924 году преобразование Советского Союза Состава СССР Как одна из Союзных Республик Почему тогда в таком случае Не отмечают это событие так широко Как отмечают, допустим, тоже 11 ноября И даже почему эта дата Не внесена в реестр памятных дат Латвийской Республики Как хотя бы те же бои под СССР О которых известно гораздо меньше Но которые все-таки Как памятная дата фигурируют Хотя бы в календаре Латвийской Республики Этот ответ на этот вопрос Совершенно очевиден Первое, потому что действительно Латыши сражались с латышами А второй момент Потому что решающую роль В освобождении Риги Сыграли немцы и русские И объяснить, наверное Современным латышам Как же так получилось Что в боях за несовершенную Латвию Главное участие приняли Не латыши, а немцы и русские Сражаясь к тому же Против красных латышей Конечно, это задача Для Для того Национального мифа Который Существует В стране Совершенно непосредственно Именно поэтому Эти события остались В тени И латышской историографии И В общем Массового сознания Константин Как выглядело Военное противостояние Мая 19-го года Почему Латыши Оказались По обе стороны Баррикад И почему На красной стороне Их было Гораздо больше Чем на белой Ну здесь Надо Здесь надо Вернуться С самое начало В ноябре 18-го года Когда в Латвии Которая тогда Была оккупирована Немецкими войсками И по Брестскому миру Как мы знаем Она была отделена От России уже Россия от нее отказалась Что там происходило Я должен сказать Что Начнем наверное с того Что Германия Потерпев поражение В Первой мировой войне Она вынуждена была Отсюда Начать Выводить войска Соответственно На их место Пошли Красные части Красные дивизии В том числе Латышская Дивизия Красных Стрелков То есть Они просто Занимали территорию Освобождаемую Немецкими войсками Не было боев Да Не было боев Потому что Немцы Скорее старались Убраться домой Отсюда Для родной Германии Леонтий не согласен Он качает Головой Ну Да Я Может потом Самое главное Что хочу сказать Почему Латыши оказались На стороне красных Потому что Для современного Горожанина Приход красных Означал Примерно то Что приход ИГИЛ В наш город Условно говоря Представляете Город Рига Захвачен ИГИЛом Да И они начинают Резать бошки Всем Не Не мусульманам Условно говоря Всем не согласны Идеологии Вот то же самое Было В 18 Году Вот так же Воспринимали Немцы Приход Красной Армии Немецкие горожане Немецкое население Которое здесь Тогда было Существовало И порядка 5% Составляло То есть В городах Немцы Составляли Большинство Нет Не большинство Но В целом По стране Они составляли Примерно 5% От населения Тогдашнего И они Представляли Класс Так называемых Эксплуататоров Которые Всю жизнь Угнетали Латышский народ И были баронами Да Которые Прекрасно понимали Что Когда придут красные Им мало Не покажут У латышей Была ситуация Совершенно другая То есть Латыши Это вот Если представить Себе приход ИГИЛа сюда То латыши Это как бы Мусульмане То есть Они красных Проспринимали Как своих Почему Во-первых Потому что Там идут Красные Латышские Стрелки Понимаете Латышские И Несмотря на то Что там Уже было известно Какие там В России Идут Зверства Расстрелы ЧК И так далее Но В массе Свои латыши Думали Что во-первых Ну не будут же Они так своих Понятно что там Чужих Они могут там Пострелять Но своих же Латышей Не будут Так Насекомить И копытить Это во-первых Во-вторых Они шли с очень Привлекательной На первый взгляд Программой Раздел Тех этих Помещущих земель Которые Принадлежали Немецким баронам В Латвии Между Классом Эксплуатированных Между крестьянами А крестьяне Привлекательное Крестьянское Население Это и были Латыши И разумеется Это дело Красную Латышскую дивизию Встречали Как освободительницу А те силы Которые Пыталось Формировать Правительство Улманиса Они воспринимались Как Во-первых Как оккупанты Потому что Там большинство Составляли немцы К тому времени А те Латышские офицеры Которые Сформировали Латышские роты Они жаловались Что их Воспринимают Как прислужников Немцев Соответственно Никакой поддержки Улманиса На тот момент Когда Красная Армия На острие Которые шли Латышские ссылки Вступило в Латвию В декабре 18 января 19-го года Не было Понятно Леонтий Скажите А вот Феномен Формирования Этого ополчения Ландосфера Который Получил Так сказать В современной Латышской литературе Калькированное Название Земесарзе На самом деле Конечно Никаким Земесарзе Он не был Что Мотивировало Людей Вступать В это Ополчение И почему Оно было Так решительно Настроено На борьбу Ну Я постараюсь Как-то Совместить Свои Комментарии К репликам Коллеги С которыми Я частично Согласен Частично Не вполне Дело Дело В том Что Мы должны Понимать При любых Попытках Оценить События Что речь Не идет Об одной Войне Речь идет О как минимум Трех Войнах Которые Ведутся Параллельно Это война Гражданская То есть Социальный Разлом Это война Скажем так Сепаратистская Или имперская Она же Война За независимость Если угодно И это Великая Война Первая Мировая Война Они Идут Параллельно Они Взаимодействуют Друг с другом И вот здесь Я совершенно Согласен С Константином Пример С ИГИЛ Можно взять То есть Ни в коей мере Наверное Нельзя Предполагать Что то Что происходит Сейчас в Сирии Да Это война Только против ИГИЛ Это просто абсурд Хотя война Против ИГИЛ Там тоже идет Так Соответственно Ни в коей мере Чтобы там Не пытались Сейчас Рассказывать В учебниках Истории Официозных События 18-20 Года В Латвии Не являлись Только войной За независимость Хотя война За независимость Тоже шла И отсюда Все последующие Скажем так Сложности И комментарии Соответственно Когда Константин Перечислил Вот 4 базовых даты Да конечно Но на самом деле К ним следовало прибавить И еще Несколько дат Как минимум 2 пораньше Ну например Латвии Современной Если уж мы говорим Об исторической Правде Так называемой Следовало бы задуматься Отдать 3-4 января То есть Это взятие Риги Теми самыми Красными Латышами И появление Латвии Красной Какая бы она Там ни была Это была Латвия И она Очень старательно Делала вид Что это Национальное Латышское Государство Со всеми Вытекающими Последствиями Советская Историография Это подчеркивало И у нее Есть аргументы Которые Сейчас в Латвии В упор Не видят А напрасно Кстати По-моему Именно Стучка Основал Латвийский Университет Ну Это Скорее Пропагандистская Акция Но попытка Массовой Эмансипации Латышского Языка Как вообще Официозного Это безусловно Советская Латвия Так например Ну и к тому же Есть еще Одна дата Которая Вообще Не попадает Скажем так В латышский Контекст Но которая Должна дать Полноту Панорамы Это 16 апреля 2019 года Это Так называемый Государственный Переворот После которого Ульма не сбежал И в Латвии Появилась Формально Коалиционная Но в действительности Полностью Прогерманское Правительство Андреевса Недры И Вот Здесь начался Пусть очень короткий Но весьма Специфический Этап Жизни независимой Латвии И так получилось Что взятие Риги О котором мы сегодня Говорим Принадлежит Именно этому Этапу И Оно Его просто Нельзя Вписать В контекст Без того Чтобы мы себе Явно не представляли Вот что На момент Операции Против Риги Ульманис Ульманис Строго Говоря Никаких Латвийских Территорий За очень редким Исключением И по милости Эстонцев Только Не контролирует Куда более На этот момент Хоть сколько-нибудь Похож на Правительство Латвии Нравится Современной Пропаганде Не нравится Является Правительство Нидры А в это время Ульманис Сидел Просто на корабле Саратов А за Нидрой Все-таки Полностью Курляндия Вся За Нидрой После этого Рига И ее окрестности И определенные Перспективы Дальнейшего Освобождения Лифляндии Ну с Латгалией Там будет тяжелее Я пользуюсь терминами Которые были Тогда в ходу Я думаю Что это так Справедливее Аутентично Правильнее Да Вот Поэтому Что касается Расклада сил И вот здесь Мы переходим К вопросу Ландесвера Зенесардзе И прочее Здесь нужно Иметь в виду Вот что Во-первых Хотя Большевики Вступали в Латвию Да Вслед Германским войскам Но Это был далеко Не такой плавный Процесс Как Заявил Константин Бои были Разумеется Они близко Не были Ожесточенными Или там По-настоящему Масштабными Германская армия Находит в состоянии Революционного разложения Все что она хочет Это побыстрее попасть домой Она эвакуируется И тем не менее Если большевики Слишком наседают Бои идут Насколько это возможно Хотя от серьезных препятствий Действительно У Красной Армии Не возникло Это так Но это не значит Что это был Какой-то мирный процесс Вывода войск Без эксцесса Неправда Они были Еще как И соответственно В этом раскладе Особую роль Занимает Ландесвер Я бы не согласился С тем Что немцев Скажем так 5% Ну в современных Границах Латвии Возможно их 5% В Риге Они составляли Нисколько не 5% А значительно больше Что же касается Их доли Скажем так В средних и высших Слоях То это вообще Другие пропорции Насчет того Почему немцы Так относились Как к приходу ИГИЛ Если следовать Этому по своему Красочному сравнению То Спрашивается А как же им было Еще относиться Если за время Недолгого Большевистского управления В Лифляндии Был инцидент Когда прибалтийские немцы Были фактически Объявлены вне закона Когда их взяли В заложники Когда сотни людей Успели депортировать И они поехали В сторону Енисейской губернии Плюс Было достаточно Эксцессов Конечно с обеих сторон Но и с большевистской тоже Потом весной 19-го года Так что Скажем так Мнение прибалтийских немцев Которых огульно И всех записывали В бароны Что не совсем так Но не без оснований Оно вполне себе Обосновано В том числе Конкретные примеры И поэтому Если кайзеровские войска То есть немцы Из Рейха Которые немцы Но совсем другие И это очень важные различия Мы не должны их путать Если немцы Из Рейха уходят И если идут красные Причем красные Латыши И неизвестно Что они В первую очередь В первую очередь Они латыши Или в первую очередь Они красные Это вопрос дискуссионный И тот же Вацетис Сколько бы его потом Не рисовали Революционным героем Был в действительности Когда ему надо Латышский националист Вполне себе И очень многие Из красных Латышских стрелков Репатриировались Как известно В Латвию Еще в начале 20-х Уже побыв Вполне красными Но когда Независимая Латвия Появилась И даже не красные Независимые Латвия Они туда уехали Поэтому прибалтийские Немцы ждут С ужасом красных За то что они красные И за то что они Латыши Ну и Поэтому мотивации Много И здесь Следующая страница Которая приводит К многочисленным Терминологическим Ошибкам Я бы даже сказал Спекуляции Нужно иметь ввиду Что для Прибалтийских немцев Куда важнее Национальных чувств Чувства сословные Они сохранили Во многом Чисто средневековое Отношение К восприятию Общества Чисто средневековое Понятие лояльности К тому или иному режим Поэтому Если государственной Власти нет В том числе Если прежний Окупационный режим Уходит И предоставляет им Защищаться как угодно То соответственно Те люди Которые по представлениям Прибалтийских немцев Имеют право Носить оружие Должны за него Взяться Исходя из чисто Средневековых Представлений О сословной Структуре За оружие Могут взяться Кто? Бароны То что бароны При этом сплошь Немцы Немцы в данном Случае Вторую Играют роль За оружие Должно взяться Так называемое Благородное Сословное Потому что Это его Прямая миссия И с этой точки Зрения Ландесвер Не является Национально Немецко-прибалтийским Соединением Хотя в принципе Оно воспринимается Именно так И оно По составу Своему Действительно Иногда Было чисто Немецким Но только Потому Что был Соответствующий Сословный Расклад Изначально Германская Окупационная Администрация Кайзеровская Очень Не хотела Давать Хоть кому Либо оружие Потому что Не доверяли Не то что Русским Местным Русским Которых тоже Было в Риге И немало И не только В Риме Не доверяли И латышам И естественно Но не очень Доверяли Даже Остзейским Немцам Многие из которых Продолжали считать Себя Офицерами Русской армии Которые Они Присягали Русскому Императору И соответственно Их лояльность К оккупантам Могла быть Весьма сомнительной Примеров Масса Тот же Князь Анатолий Павлович Ливин В данном случае Фигура просто Иллюстративная Во всех отношениях Поэтому С огромным трудом Предчувствуя Скажем так Будущий развал Согласились На формирование Ландесвера Хотя бы Из немцев И это затягивалось Кайзеровской администрации Ну то есть Уполномоченной Германии В Латвии Август Винник Тот самый Который Написал В общем-то Текст Декларации Независимости И способствовал Сбору Народного Совета 18 ноября 1918 года Он же И Собственно говоря Определял Этот вопрос Дать добро На Ландесвер Или не давать Нет Этот процесс Начался Еще раньше Еще в октябре Но Стал вопрос О передаче Оружия Неизбежная Бюрократия И так далее Кроме того При При Все Так сказать Инерционности Я бы даже Сказал Определенном Тугодумии Может быть Отдельных Властей Стало Все-таки К концу Октября Начало Ноября Понятно Что оборонять Латвию Только Чисто Немецкими Силами Это означает Толкнуть Вообще Всех Латышей Включая Некрасных В руки Советской Латвии И поэтому Ландесвер Изначально Как такое В общем-то Сословное И силой Вещей Немецкое Ополчение Стало Допускаться Формирование В составе Ландесвера И Латышских Род И русских И вот Тогда Ландесвер Перестал Быть Сословным И стал Примерно Походить По замыслу Своему На ополчение Уже Вот данной Будущей Страны Со смешанным Этническим Составом Но Поскольку Как правильно Описал Константин В общем Расклад Симпатии Латышей Был вполне Конкретный То при Попытках Формировать Ландесвер Даже где Можно было Уже Формировать Чисто Латышские Национальные Роты И русские Тоже Выяснилось Что В Ландесвер Вполне Себе Стройными Рядами Немцы Идут А латыши Чего-то Как-то Нет И русские Тоже Не очень И соответственно Даже те Латыши Которые Вступили В Ландесвер И получили Оружие Причувствуя Скорое Взятие Риги Большевиками Взбунтовались Был мятеж В Риге В последние Дни Декабря 18 Года Который Был с трудом Подавлен И прочее То есть Вот этот Многонациональный Ландесвер Не состоялся Тогда Еще И конечно Во все эти нюансы Те люди Которые Походя Записывают Ландесвер В Земесарзе Не желают Вникать И понятно Почему При этом Главным Аргументом Тех Кто Приравнивает Ландесвер Земесарзе Является То что Ландесвер Официально И здесь Надо вспомнить О Винниге Официально Ландесвер Воспринимался Как первые Вооруженные силы Латвийской Республики Да Конечно Но Какой Будет Эта Латвийская Республика И какой Вес В ней Будут Играть Латыши Тогда Еще Было Мягко Говоря Неясно Хотя В общем Понятно Что Ульмунис Вполне Конкретен В своих Взглядах Что Не мешало Впрочем Там уже Виннигу Подозревать Что Ульмунис Немец Который Корчит Из себя Латыша Здесь Конечно Вопрос Дискуссионный Но Сам Винник В конце Концов В отличие От нас Ульмунис Знал Лично И Неплохо Хорошо Вот Поэтому Да Я Хотел бы Заступиться Немножко За русских Которые Особенно Шли Изначально В Индусвер Задумывался Как Многонациональная Структура Там должны были быть 18 латышских Рот 7 немецких И одна русская Что примерно Соответствовало Численности Населения Тех или иных Национальностей Латыши Так вот Немецкие роты Сформировались Вполне отчетливо Русская рота Тоже в общем Набрала Нужный состав А вот Из 18 латышских Рот Удалось Сформировать Кое как Сбору Послушники 8 Из которых В итоге Когда уже После взятия Риги Пришлось отступать К Лепой Через Елгову Сохранилось 200 штыков Да То есть Ну в принципе Одна рота Ну вот Леонди показывал Что 3 роты Удалось сформировать А не 8 Ну скажем так Тут Константин Частично прав 8 намечались В итоге Получилось Что-то в районе 3 А отступали Как он правильно Сказал В районе 1 То есть Тут мы Скорее В общем Дополняем Друг друга И кстати Да Трагическая Гибель Полковника Оскара Калпака Как раз Была связана С этим Моментом Что Ну Он попал Под обстрел Своих Которые услышали Латышскую речь И думали Что это красные Так ведь Было Дело С ним Нет Я думаю Там Не успели Услышать Никакой речи Я думаю Что Там Вы же понимаете Гражданская война Она На то и гражданская Что там Униформа Очень относительная Я думаю Что Немецкие Полимерщики Просто увидели На Касагоре Группу людей И подумали Что это красные И просто Открыли По ним Огонь Я думаю Что там Долотышская речи Даже не дошло Не долетело До них Леонтий Вы Это Так называемый Friendly fire Грузовственный огонь Он во всех войнах Даже в современных Войнах Очень часто Бивают свои самолеты Накрывают свои войска А лучше В гражданской войне Но это Способ Рядом Здесь Даже Никакой Леонтий Вы хотели Какой-то Комментарий Да Ну Тут на самом деле Детектив Еще не закрыт Далеко Значит Полковник Калпакс Или Калпак Как его по-русски Звали Погибший 6 марта 19-го года Это был Период Когда Началось Контрнаступление И Курляндия Стала освобождаться От красных И поэтому По раскладу Который был Версия о том Что это просто Friendly fire Ну Не совсем Доказано Сами немцы Конечно Клялись И божились Что они Случайно Что они Просто Увидели Папаху И открыли Огонь По латышской Речи Хотя действительно Если читаешь Немцев А в общем Я как германист С этой стороны Смотрю То да Вот как русский Это всегда Большевик Несмотря ни на что И сплошь Рядом путаются Так и зачастую Тогда Латыши Значит Большевик И поэтому Увидев там Русскую форму Могли открыть огонь С другой стороны Константин прав Форма была Какая угодно И где угодно До полного порядка В этом смысле Было очень далеко Вот А то что Полковник Каупак Или Каупакс Умер Погиб Вернее Очень вовремя Это факт И детектив Здесь не закрыт И наверное Не будет закрыт Никогда В конце концов В гражданских войнах И войнах за независимость Всегда очень много Подозрительно Героических Но подозрительно Своевременных смертей Почему очень вовремя Примеров Есть числа Щорский Квидзе Сколько хотите Почему очень вовремя Очень вовремя Потому что Каупакс Был настроен Крайне антинемецким Да Да Он латышский Национальный лидер Курляндия В общем Стала освобождаться Приток немецких Добровольцев Идет Причем именно Из рейха А не местных немцев И все Временный союз С латышами Больше не нужен Здесь я бы Не стал так На немцев Сильно 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 Упрекать немцев В том что Им не нужно было Союз с латышами Конечно Им не нужно было Союз с латышами Потому что Они реально Ну местные немцы Я имею ввиду И местных немцев Я имею ввиду И даже немцев Которые приехали Из рейха Хотя Они в ситуации Здесь разбирались Конечно В гораздо Более Слабой степени Чем местные Ну для них это вообще Чужая страна Все равно что Мы там Приедем на Украину И попытаемся Разобраться В их взаимоотношениях Проблема В Калпаксе Была в другом Калпакс Был конечно Латышский националист И он выступал За массовую мобилизацию В том числе Да Это один из пунктов Ну за За окрарную реформу Конечно тоже Но массовая Мобилизация Латышей Принудительная Мобилизация В состав Армии Она чем пугала Немцев Она пугала Именно тем Что придется Раздать оружие Людям Которые Внутри Себя Сочувствуют Большевикам И В любой момент Могут повернуть Эти винтовки И Начать стрелять В спину Своим Медским Братьям В кавычках По оружию Как это уже Произошло Как Леонки Упомянул В Риге В 30-е Декабря 1918 года Восстала Рижская рота Одна из рижских Рот Формированных Правительством Улмана Ее пришлось Смирять В том числе С помощью Лондонера Один человек Когда была Расстрелена Еще И Калпакс Был безумно Неудобным человеком Для Немецкого Командования А вот Сменивший его Полковник Баладис В будущем Министр Военный министр Латвийской Республики Он как раз Был очень удобным Человеком Очень покладистым Достаточно Сказать Что когда 16 апреля 1912 года В Лепе Свергали Правительство Уманиса Баладис Со своим Батальоном Ну Называлась Это бригада Но по факту Это был Усиленный Батальон Он объявил В своем полном Нейтралитете Он заявил Что Латышские части В эти разборки Вмешиваться не будут То есть Он свое же правительство Отказался Практически защищать И разумеется Смена такого человека То есть Калпакса Латышского националиста Который будет На месте Баладиса Конечно Выступил бы Против этого переворота И пошел бы на Лебаву И открыл бы там Устроил бы там Скандал С открытием огня Она была С одной стороны Она конечно Была очень Выгодна немцам И это конечно Рождает многочисленные Теории о том Что немцы Не просто так Открыли тогда огонь По группе Калпакса Специально решили Его ухайдокать Но еще раз говорю Доказательств Этому нет Конкретно И наверное Не будет никогда Вот мы сегодня Обсуждаем Бои за Ригу В мае 2019 года И в этих боях На авангарде Шли Рота Ливена Шли Немецкие Ополченцы Но Батальон Или там Бригада Баладиса В них тоже участвовала Какова была Их роль Бригаду Баладиса Поставили На второстепенный Участок Она должна была Освободить Современные То что сейчас Называется Пинками Бабита И Булгара Вот она Туда должна была Идти Освобождать И там Продолжала Следующая история Русские И немцы Немцы В этом конечно Индусфера Рванули к Риге Захватили Люберский мост Единственный Который в Риге Существовал К тому моменту Потому что все остальные Были взорваны И ворвались В центр города И начали его Зачистывать Бригада Баладиса В этот момент Как пишет Латышская Историография Ну Латышская С тяжелыми боями Освобождала Пинки И Бабица Но Итог этих тяжелых боев Судя по Официальной Истории Латышской Освободительной Войны Заключался В одном убитом Со стороны Баладиса 11 раненых Да То есть Такое ощущение Что Баладис В общем-то Не спешил В принятии Участия В этих боях Он потом Уже В 20-е годы Утверждал Что его даже В Ригу Не пустили По приказу Немецкого командования Ему там На Аэроплане Бросили приказ Чтобы он Остановился И в Ригу Именно 22 мая Не входил Только на следующий день Но На самом деле Такого приказа В архивах Нигде не обнаружено И есть Серьезное подозрение Что Баладис Просто не хотел Участвовать В этих боях Ровно По той причине Что ему пришлось Бы воевать Со своими Латышами Да Пусть они красные Но Они тем не менее Латыши И он предоставил Всю работу По освобождению Риги От Латышей Немцам И Соответственно Русской роте Русскому батальону Каня Заливина Вот такая вот История Которая Которая Тоже Очень сильно Повлияла На Отношение Латышской Сериографии К Этим событиям Потому что Если Допустим Освобождение Латгали Это конечно Там Расписывается В ярких красках Борьба с Бермонтом Там вообще Никакого вопроса Государственного праздника 22 мая Ну как Ну вот Как-то так Даже те части Которые Даже те части Которые Воевали За независимую Латвию Они как-то себя Не очень В этой схватке Проявили А в основном Все делали немцы Очень неудобная Позиция Леонтий Вы хотели Что-то добавить Да Ну Опять там Не считая Каких-то мелких Может быть Поправок И комментариев Тут нужно иметь ввиду Тот Третий конфликт Которым Так сказать Я упомянул И который Выпадает Постоянно Тоже Сферы внимания Не нужно забывать О том Что события Происходят На фоне Первой мировой Что я имею ввиду Да Компиенское перемирие Подписано 11 ноября 18 года И поэтому Кстати День Лачплесиса Он празднуется Про 19 год Но дата выбрана Не случайно Там можно было Выбрать любую Соседнюю дату Вот Но Версальский мир Пока еще Не подписан На 22 мая И неизвестно Будет ли он Подписан События Накалены До предела Потому что 7 мая 19 года Германии Были предъявлены Те условия Мира Которые Ей Предстоит Подписать И Германия Этими условиями Мира Шокирована Это кажется Парадоксом Но это было так То есть Немцы подозревали Что они Проигравшие Но почему-то Не подозревали Что настолько И в Германии Самое Серьезнейшее Ощущение Что мир Такой Подписывать Нельзя И соответственно Первая мировая Возобновится Это фон Который Нужно Учитывать Теперь Переносимся В Позиции Под Ригой Местные Разборки Между Латышами Вот по поводу Оценки Баллада Здесь не могу Не согласиться С Константином Местная Специфическая Позиция Ливенцев Которых уже Никакая Ни рота И даже Ни батальон Их намного Больше Князь Ливен Очень успешно Формирует Части За счет Прибывающих Из Германии Бывших военнопленных И к нему Переходят И немцы И латыши Многие Которые Был бы Без проблем Так вот На фоне Всех этих Разборок Все-таки Крупнейшей Вооруженной Силой В регионе Является Железная Дивизия И другие Части 6-го Резервного Корпуса Германской Армии Под командованием Генерала Рюдигера Фон Дергольца Их Позиция Определяет На самом деле Кто Будет Хозяином Латвии Пока еще И вот Здесь Командир Железной Дивизии Майор Бишев По крайней мере Как он утверждал Впоследствии Прекрасно Понимает Что Взятие Митавы Ну уж простите Я опять В старых Терминах Взятие Митавы Уже Было Максимумом Так сказать Успехов Немцев На который Могла бы Согласиться Победившая Антанта Взятие Риги Причем Именно Немцами И с учетом Что в Латвии Уже Про-немецкое Правительство Антанта Скорее всего Не простит Тем более Что это Опять же Поднимает Национальный Дух Действительно Сильно И это Означает Что Германия Остается Не проигравшей Ну по крайней мере На востоке И вот Поэтому Бишев Майор Утверждал Впоследствии Что он Взятие Риги Категорически Не желал Он Понимал Что после Этого Антанта Начнет Жестко Настаивать На выводе Германских Войск Как собственно И произошло И соответственно Если уж Дело пахнет Войной То вскоре Этой войны Будет достаточно Потому что Будет война Между Германией И Польшей Которая заваривается В этот момент И собственно Она и не прекращалась По-настоящему А может и Полномасштабные Действия Против Антанта Вот о чем Думают Те Кто реально Определяет Расклад сил А почему же Все-таки Они взяли Ригу Понимая Соответственно Здесь имеет Место Классическая Провокация То есть Во взятии Риги Очень много Загадочного То что У выступивших Инициаторами Здесь Константин Совершенно прав Рванувших В Ригу Ландосверовцев Вообще Что-то получилось Стало сенсацией Вообще Говоря По раскладу сил Они Даже при условии Неохотной Поддержки Их балладам Ну в общем-то Не должны были бы Справиться С большевистским Гарнизоном Риги Рига Почему-то Оказалась Толком Не обороняем И тут Загадок много И сами немцы Были не в силах Ни из Ландосвера Которым командовал Майор Флетчер Ни в железной дивизии В общем Были В растерянности Не знали Чем это объяснить Хотя определенные Версии здесь есть И еще один момент Который до сих пор Не упомянут А стоило бы Почему 22 мая Сразу же не вошло В пантеон Так сказать Латышской истории Не войдет Дело в том Что 22 мая Уже в межвоенный период Стало частью Другого исторического мифа А именно Мифа нацистского Потому что Главным героем 22 мая Был сделан Барон фон Монтофель Героически погибший И это Герой Прибалтийских немцев Но дело в том Что еще одним Так сказать Бриллиантовым Участником событий Был Некто Лео Шлагеттер Позднее Ставший героем Нацистской пропаганды Но уже Когда его казнили В руре Французов В 23 году То есть Что называется Дату Застолбили И застолбили Сначала Просто немцы А потом еще И нацистская Германия Так что В данном случае Шансы На увековеченный 22 мая Я не вижу И еще один Такой Комментарий Что ли По поводу Чужой страны В которой Не разбирались Надо сказать Что во-первых Немцы И не собирались В чем-либо Разбираться Они на Украине Ни в чем Не разобрались В 18 году И здесь Не собирались Но считать Чужой Эту страну Они не желали Они считали Что это Их законный приз Курляндию Они перед этим Окупировали Извините Почти 4 года Они так сказать Попривыкли И уж Поэтому Они считали Вполне Себе Эту страну Своей В местных Туземцах Разбираться Они не будут Как не собирались В них разбираться На протяжении Предыдущих 700 лет Так сказать Прибалтийские Бароны Но ощущения Они прибыли На чуждую территорию У них не было У них было ощущение Что они здесь И здесь будет Их будущее И оно сквозит Поверьте мне В очень многих Немецких источниках Ну Мы должны Мы должны Сказать Еще и то Что Олманис Обратился За помощью К немцам И тем Которые здесь Находились В составе Окупационной Армии Он Выдал им Обещание Наделить Землей Оставить их Здесь Выдать им Гражданство И так далее И так далее То есть Эти Ну Притязания На землю Они не были Совсем беспочвенными И не были Чисто имперскими А Они были Обусловлены И позицией Ну Тогдашнего Местного Лидера Вот Поэтому Говорить Тут о том Что Немцы Пришли сюда Как захватчики И собирались Туземцев Крушить И угнетать Дальше Следующие 700 лет Наверное У нас нет Спасибо Нашим Комментаторам За сегодняшнюю беседу Я думаю Что она была Очень интересна И мы Непременно Этот разговор Продолжим Потому что В этой истории Которая К сожалению Не освещается Может быть Столь подробно И всесторонне Как мы Сегодня попытались Сделать Есть много Интересных моментов Которые Желала бы Может быть Публика наша Знать И у нас были Звонки по телефону И Сообщения На Ватсап Мы Сейчас Уже Не сможем Прокомментировать Но Предлагаем Вам Написать Ваши Вопросы На странице В фейсбуке Которая Называется Очевидец Где будет Выложена Запись Этой Передачи Спасибо Спасибо Вам Летий Владимирович Ланник У нас Был На Связи По скайпу Из Москвы Сотрудник Института Всеобщей Истории Российской Академии Наук Исследователь Германист И Константин Гайворонский Военный Историк Был На Прямой Телефон На Связи Сегодня Мы Говорили О Взятии Риги 22 Мая 1919 Года Который Обеспечил Немецкий Ландесфер Ополчению Адзейских Немцев И Части Русской Роты Анатолия Павловича Ливена С вами Была Программа Очевидец Автор И ведущая Людмила Прибыльская И Режиссер В студии До встречи В следующую Пятницу